Дружественный спортивный вид спорта Дружественный спортивный вид спорта Дружественный спортивный вид спорта У нас человек занимается 67 лет Какой-то хитрый у тебя вопрос Только не говори, что ты еще хочешь заниматься айкидом В силовых тренировках тебе не хватает Не хватает, да Ну, вот Саше, наверное, вопрос Почему все-таки ты выбрала этот спорт Этот вид спорта Потому что он мне очень сильно понравился Тем, что он На нем Как бы он мне помогает Он успокоится Когда я прихожу на тренировку Все злая, а после тренировки Очень добра Все-таки дружественный вид спорта Ну, Саша, девочки занимаются обычно танцами Танцы это точно не мое Почему не ваше было? Потому что мне танцы не нравятся Как родные относятся к тому, что вы все-таки Ну, занимаетесь таким Наверное, даже мужским, можно сказать, да? Или нет? Алексей? Ну, как бы, да, вышло из боевых искусств, да, это мужское Но сейчас, в данное время Он помогает в разных областях Успокоиться, сосредоточиться, как Александр рассказал А помогает потом уже в учебе, да? Раз ты спокоен? Да, да, конечно, везде В жизни помогает В конфликтных ситуациях особенно Ну, давайте немного поговорим об вашем обществе Вообще, как давно оно существует Ну, историю создания, можно так сказать Да, и много ли сейчас воспитанников? Сколько насчитывается? Ну, всего человек восемь с нами В разных группах В Храм Тау есть тоже ребята, кто занимается В Алмате есть Другие города пока интересовались Ну, потому что вид относительно новый очень На базе Айкидона это отдельно Потому что большой акцент Психоработы, психофизическая работа Не просто приемы, не просто броски, заломы А именно правильное состояние Как ум сознания объединить с телом Это как бы ключевые моменты у нас То есть у вас есть какие-то еще теоретические занятия? Или что? Или как вообще проходит? Нет, это как раз теория с практикой вместе Это не философика, это отдельно И не просто практика сама по себе Это обязательно все взаимосвязано И каждое движение должно соответствовать Этому состоянию, что именно сознание Объединено с телом Не просто мы где-то фантазируем И не просто мы там рубим кого-то, бьем Да, что-то делаем Обязательно в нужном состоянии И опять же у вас тема передачи Это дружба Да, дружба Вот Айкидо больше всего подходит, я думаю, к этому Потому что Ай и Ролиф означает гармония Согласованность Ну, в общем-то, дружба, да? Другими словами Поэтому задача наша Вот Айкидо это самый мирный Самый гуманный вид Как бы на вас не нападали С какой бы агрессией Вы все равно должны оставаться спокойным И дружелюбным Даже к самому агрессивному человеку И уважительным, наверное Ну, это в первую очередь Вот это да Ну, 80, имеете, воспитанников, учеников Да, это достаточно много Я смотрю, у них у всех форма То есть выдается ли Или каким образом покупается ли Ну, форма это стандартная Это и для японских боевых искусств Карате, дзюдо, Айкидо На общем, похоже А пояса, да Пояса, да Сдают экзамены, международные экзамены Потом данные уходят в Японию Оттуда приходят сертификаты Все через Японию делается? Да, я принимаю У меня есть сертификат Подтверждающий, что я могу Принимать экзамены Международного уровня До определенной степени Я принимаю экзамены Какие результаты есть в вашей работе? Какие соревнования проводятся? Ну, может быть, у нас в городе Или в Алматы И с какими наградами, да, возвращались, может быть, в город Если выезжали за рубеж? Ну, вот сразу скажу Что Айкидо – это не спорт Не соревновательный спорт Это система саморазвития Основная на боевом искусстве Поэтому, как таковых Вообще соревнования даже у нас По нашей философии Даже нет, наверное, такого слова Да, да, да Потому что главная задача Стать лучше для себя Завтра, чем сегодня А не лучше кого-то Мы не выясняем отношения Кто лучше, кто хуже Система саморазвития Соревнований нет И тем более у нас только защита Соревнований спаррингов не может быть Потому что все будут ждать, когда же нападут Но только если есть нападение Тогда мы работаем А вот фестиваль, который вчера прошел По каким критериям тогда вы оценивали? Ну, как они делают Технические аспекты Какое состояние Насколько они спокойны, собраны Сколько они могут управлять силой Вот айкидо Это ки, иероглиф Означает жизненная сила Сила Ай, гармония Это значит управление Внутренней силой Внешними силами Ох, не справилась бы я Не справилась бы И пришла бы тоже, как Саша говорит Пришла бы такая вся напряженная И злая Ну, мне, наверное Мне все-таки кажется, что это, наверное Больше вид спорта подойдет Женской половине Нет Как бы система самообороны У нас мужчины более, я бы сказал Агрессивные Могут пойти в нападение А вот девушкам Ну, как раз, чтобы потом Не было проблем с законом Мужчинам тоже желательно заниматься Потому что защититься можно по-разному Можно убить человека Покалечить А это тоже не просто так же Не спустят с рук А сколько девушек занимается? Да, вот тут, кстати, вопрос Да Девушки На данный момент Меньше, чем мужчины Нет, меньше, меньше Много меньше Ну, конечно, было бы неплохо Если бы женщины все-таки Девушки ходили Потому что это, наверное, я думаю Наиболее подходящий вид для девушек Ну вот Саша до эфира сказал Я два года занимаюсь Два года это нормально Или это мало? Всю жизнь занимаюсь Два года это очень хорошо Один день уже хорошо Одно занятие А всю жизнь вообще лучше А вы сами как давно занимаетесь? Увлекаетесь? Вообще айкидо И как получилось, что вы заинтересовались Вот именно айкидо? Потому что все-таки Разных видов Этим был ответвлением, да, от айкидо Не знаю Это как бы По-моему, может, не знаю Психотипа, как сказать По характеру Человек не агрессивный По своей сути Занимался дзюдо Начал заниматься гонгомы Психотренингами А в айкидо Как раз все это вместе Соединяется Физическая составляющая Психическая составляющая Ровно Умственно Поэтому По моему мнению Киа-кидо Подходит мне Больше всего Поэтому я хочу Чтобы оно развивалось В Казахстане В октябре Напомните Еще раз Наверное Телезрители Чтобы запомнились Записали Где вы находитесь Со скольких лет Вы принимаете Наш центр находится Центр развития Киа-кидо Казахстана На улице Братьев Жибанов 276-Б Здание АСУ Спасибо вам огромное Мы желаем вам успехов Чтобы воспитанников У вас было И продолжателей Наверное побольше И чтобы в нашей студии Вы конечно же Не на таком маленьком участке Показывали прием Чтобы у вас была Большая территория Огромное вам спасибо Спасибо За то что вы были с нами А я напомню Что у нас в гостях Был главный инструктор Общества Киа-кидо Казахстана Алексей Казаченко А также Ученики Даниэра Чуйнушев И Александра Нинашева Ну а наша программа продолжается Сейчас небольшой рекламный блок После которого встретимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok